здравствуйте дорогие мои зрители подписчики приготовила цветы на рынок решила вам показать потому что если все будет хорошо я их продам и нечего будет вам показать некоторые экземпляры вот у меня такие цветочки вот этот мой тоже любимый это сурфиния парков вот такой он огромный это уже черенки и черенки даже с черенков так скажем он такой у него сила роста и скорость роста я бы сказала очень большая такой у меня всего одно было растение куплено покупала я черенки в этом году не маленький совсем а уже подросшие 200 200 грамм такой горшочек был такой и они не были еще с цветком и поэтому цветочек только я выбирала по фотографии я приехал уже на остатки это вот знаете такая особенность маленького опта я не могу заказать цветы которые я хочу потому что там нужно заказывать кассету а кассет это сто 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 четыре примерно вот так черенка но это же очень много даже если я буду по 20 черенка садить в один горшок это 50 горшков одного цвета но не знаю какие бы мне цветы могли вот так не надо есть вот это вот за этот сезон чтобы я занималась только ими поэтому я покупаю все в остатках на 9 по моему недели в силе это я живу в латвии продается вот такие черенки подросшие уже и можно купить один и два и три горшочка они немножко дороже конечно чем обыкновенные черенки евро 50 но я была когда уже было все уже пришла к шапочному разбору можно сказать стоили они уже по евро 30 и купила то что было вот понравилось мне что мне достался этот цветочек и вот это достался и этот голубой и такой ну короче я что-то смогла еще выбрать потом я покупал еще просто простые черенки ну знаете по фотографии трудно трудно определить цветок до цветок сам по себе красивый а какой будет вкус неизвестно этот каталог польский там нет линии роста силы роста ничего нет такого чтобы можно было определить какой-то куст как и будет расти он вниз или вверх цветочек или вот таким кустом ну вот что было то купила и выращиваю но я сегодня хочу с вами поговорить вот о чем стоит ли выращивать цветы по одному черенку в кашпоп высаживать или по два по три знаете в этом году я решила все-таки присмотрелась посмотрела подумала и для себя решила что 22 черенка в горшке это неплохо вот посмотрите казалось бы какой пышный цветок уже такой да вот такой разрулся он все шапочку него такая большая и сам весь цветах весь такой в круговую я видела такой такой кашпоп где два черенка в два раза больше выше красиво сразу купили как будет потом расти неизвестно но знаете у нас второе воскресенье мая день матери такой праздник хороший когда всем нужны цветы и когда мужчины особенно покупают цветы маме жене они не думают как там будет расти этот цветок как за ним будет ухаживать кто-то они покупать просто эффектный цветок но простоит он недели две три месяц это уже хорошо цветы бывают недолговечны будет зато самый красивый подарок самый красивый балкон это тоже хорошо и поэтому берут их я решила что я тоже так хочу попробовать вот этот голубой если бы два тут было было бы бомба точно он и так хороший вырос я уже один продала я вам как-то показывал он был такой большой красивый а эти череночки они уже подрастают черенки особенно нужно было по два посадить но как-то я все время забочусь о как он дальше будет расти этот цветок но покупатели все же разные правда люди одним нужен сразу вот этот эффект а другие хотят и смотрит долго ли он будет расти хватит ли в этой объема когда приходит ко мне в теплицу покупать домой я конечно объясняю что например вот этому цветку нужен большой объем его в 5 литровом горшке он навряд ли долго будет расти но если за ним хорошо ухаживать поливать все время с удобрением и вовремя поливать наверное каждый день уже нужно тогда конечно праздник порастет но если вот так вот периодически его забывать поливать будет пересыхать наверное эффект от него никакого не будет так что вот нужно выбирать какие цветы можно посадить по два вот такой цветок ни в коем случае два черенка я сразу говорю не надо сажать вот этот белый можно айсберг можно два посадить это будет такой огромный шар красивый особенно свои черенки когда уже берем их уже не жалко они собственно бесплатный хотя тоже труд там дней 10 нужно с ними нянчится пока они дадут корешки и потом они уже пойдут но все-таки можно я на следующий год попробую вот этот у меня в трех литровом горшке очень хорошо смотрится это самый ранний цветок который мне расцвел и я посадила его в горшочке в трех литровый не жалею быстро раскупили они подешевле и как там так интересно их можно на балкон вот из трех литрового горшка балконный ящик как-то легче высадить чем из 5 литрового и видно сразу что он еще молодой и уже цветет и вот это привлекает вот этот цветочек я тоже посадила в трех литровых горшочек но для других целей а просто вот так для продажи выращивать его но возможно вот такой же трех не повезешь такой еще не разросшийся а когда он начинает расти просто вот так как-то укоренится хорошо он растет быстро-быстро вот до такого огромного потом вот эти цветы тоже скорее всего можно было два посадить в один горшок был бы уже такой огромный куст розовый вот эти цветочки они хотя разрослись посмотрите какие они тоже большие хорошие ну вот если бы два хотя бы несколько горшочков посадить по два то я уже давно бы их продала людям нужны эффектный огромный букет не знаю почему вот если бы я покупала для себя я бы никогда не покупала такой большущий потому что он уже где-то отцвел кто-то на него уже посмотрел а я же хочу сама любоваться как он растет но у нас у всех разные вкусы я же понимаю и посмотрите теперь вот такой цветок у меня красавица мы зовем роза мы так смотри на называем его роза не возил еще на рынок завтра первый раз он поедет я надеюсь что найдет себе хорошие руки там я его продам вот такой цветочек тоже это это вот черенок который я покупала так растет поздно сегодня уже у нас 19 мая а все таки все цветы я почти продала уже который покупала в черенках вот этот еще только-только расцвел я просто хотела полюбоваться на него подольше и поэтому не возила не продавала ну я думаю все будет с ним хорошо так теперь я расскажу вам какой грунт у меня уже есть видео как я заправляла горшочек для пышного цветения тогда у меня была серия оригами тоже хорошая серия но теперь фирма переехала далеко и я не еду за ними покупаю вот здесь что-то и там у меня был был добавлен перегной простой был субстрат торфяной простой сейчас я выращиваю в профессиональном таком тоже субстрате специально разработана для выращивания цветов в горшках пирамидах в контейнерах вот такая у него марка как из нпп есть пп но у них там другая кислотность надо обратить на это внимание это лафлора производства латвия вот такой у него фракция такая до 40 мили миллиметров в общем-то грубовато так грубоватый такой торф и когда я говорю первый раз покупила думаю ну что это за безобразие весь отсев но оказывается он не слеживается проходит хорошо воздух проходит хорошо вода когда поливаешь быстро вода впитывается и самое главное вот такой баланс ph кальцию посмотрите какой 4,7 5,5 это нужно кислая почва для петунии мы все это знаем я думаю теперь уже все знаем мы же грамотные теперь и вот именно это для петунии если выращивать например лабелию или выращивать какой-то другой цветок то надо смотреть какую нужно почву и поэтому не всем нужно у меня вот бегония я покупала специально другую там там просто как аспп там другая кислотность и поэтому нужно смотреть этого для петунии для калибраха очень хорошо классный такой грунт если вы не найдете именно этой марки скорее всего вы не найдете но кислотность надо смотреть есть же много очень грунтов и только нужно смотреть самое главное вот эту кислотность я смотрю на это пусть даже будет фракция пусть будет он самый мелкий но кисленький и если даже грунт кислый а вода у нас щелочная мы постепенно постепенно защелачиваем эту почту почву и она уже цветок уже так не растет у меня в этом году не было даже намека на хлороз хотя было холодно и было немножко сыра иногда им поливаешь и крепкая так и полью и они стоят как-то немножко переувлажненные но не было потому что у меня все был кислый грунт и я добавляю воду вот такой регулятор это тоже вот кто живет в латвии тому пригодится скорее всего эта информация 10 литров стоит 10 евро по крайней мере в прошлом году так было мне хватило и на тонну воды нужно 1 литр на 100 литров 100 грамм и на 200 на 200 литровую бочку который у нас в обиходе обычно 200 грамм я наливаю и тогда я поливаю немножко удобрения в этом грунте есть осмокот не добавляю в горшок ничего кроме этого грунта грунт в горшок в пятилитровый и сразу высаживаю маленький черенок очень легко и быстро как-то я раньше доращивала тоже в таких горшочках пол-литровых потом нужно делать какую-то там лекала такую форму чтобы поставить этот горшочек это все время это все затягивает время не такие цветы дорогие чтобы с ними так ну возиться но вот на я экономлю свою работу но не экономлю вот на грунте и на но на черенках как бы я не выбираю тоже где подешевле беру который мне понравится так вот это я вам все рассказала показала еще раз по любой полюбуемся вот этой розой я не знаю точного названия в каталоге посмотрела несколько цветов похожие такие ну вроде бы этот цветок или нет там просто цветочек вот например вот такой вот такой вот фото но если вам сильно 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 нужно пишите я вам напишу название название все на английском видимо и очень трудно запоминаются но я возьму каталог в руки и все вам найду если вам хочется только знаю что белый белый айсберг вот это я запомнила еще пару слов скажу про бегонию бегония называется соленья цвет скорее всего оранж потому что там написано что это новинка и вот он такой как-то не красный нейрозный такой вот да как будто к оранжевому еще скажу что я никогда не беру темно-красный у меня была пеларгония и я поняла что темно-красный не стоит брать он распускается цветочек на нем какие-то темные такие прожилки кажется что он уже старый что цветок это сара он только-только распустился и вот я теперь осторожно с этим цветом а вот этот оранж соленья красиво вот бегоне нужен другой грунт покупала специальный мешок ради этого ради этих 10 горшков но я там еще добавили буду высаживать еще какие-то цветы другие им нужно вот бегоне нужен легкий то легкий грунт я добавляла специально песок и очень мало мало удобрения вот там осмокот был в этом мешке самом грунте все больше я почти не добавляла этот цветок такой мало уходный беспроблемный легкий самый легкий выращивание который только может быть его нужно просто забыть на время не переливать не перекармливать и он даст свои результаты у него такой блестящий хороший лист черенки я с него не брала я даже не знаю что там брать и скорее всего это будет долгая долгая песня я не хочу так долго заниматься цветами это не мой профиль я занимаюсь зеленью но с цветами если один раз начнешь заниматься потом очень трудно бросить все-таки они красивые каждый раз новые расцветки хочется вот попробовать у меня теперь мечта на следующий год попробовать по два черенка посадить но мне тоже хочется посмотреть какой будет эффект но здесь два черенка бегонии потому что если один очень долго будет расти нужно было бы три возможно уже был бы готов к продаже но у меня всего было их 20 я разделила на 10 горшочков и он дороже черенок стоит чем вот такой например простого цветка под простая петуни маленький черенок стоит 65 евро центов а это стоит 85 и нужно два вот складывается какая-то цена но на бегоне цена всегда бывает хорошие еще пока в продаже я не видела по крайней мере но скорее всего они еще растут на следующий год я хочу попробовать еще побольше посадить потому что самое главное что ухаживать не надо не надо никакой прищипки ничего вот поставила пусть они стоят в конце теплицы у меня стояли на стеллаже и стояли даже я их по-моему не подвешивала ну может быть пару раз там они у меня были на проволоке если полила хотела чтобы они проветрились и к солнышку поближе ну вот так спонтанно я вам все рассказала быстренько потому что мне нужно все это теперь погрузить машину на этом я буду с вами прощаться до свидания